так друзья у нас еще одна смена главных действующих лиц в эфирной студии у нас хоть к сожалению не рядом со мной но все равно это очень 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 приятно то что лена с нами лен доброе утро так секундочку это настоящий праздник для всех я думаю для слушателей и для ведущих для всех всей станции хоть как-то сопричастных это великое дело правда вот не кремлю душой не говорю пафосных слов так чувствую вам я верю как никто а уж наши слушатели так тем более елена новоселова у нас с вами к сожалению сегодня в режиме с как он называется skype онлайн удаленной студии все верно да но все равно лен мы ваше тепло вашу улыбку чувствуем здесь это правда это очень здорово мы с вами давно не виделись в эфире да не слышались да хотя у нас с вами давайте уж чего там кривить душой были задумки сделать совместный проект сначала утренний потом ночной вот но пока нам не удается воплотить наши творческие я уверена все получится я очень рад что видите все таки то что мы отмечаем сегодня 28-летие нам дает надежду на то что мы еще отметим и тридцатилетний юбилей а там глядишь может быть еще нибудь придумаем леночка у нас здесь как вы помните есть анкета который заполняли сегодня все в том числе и вы мы периодически обращаемся к ней я вот тут листаю ваши ответы на эти наши самые вопросы вот и давайте начнем с таких что называется пока проходных но тем не менее вы помните свой любимый предмет в школе лен да у меня я в английский язык был не было особенная школа нас было шесть предметов на английском языке включая историю общество знания очень много чего было на английском и действительно была влюблена даже детские дневники писала на английском языке и история а когда вы подумали подумали о том что вот собственно говоря стать психологом психологом поздно в 33 года у меня первое образование философский факультет мгу и я в 16 лет была абсолютно уверена что я наду философский камень и все человечество будет счастлива то есть я была абсолютно романтическим таким человеком пришла на факультет сначала поступала на исторический в 16 лет не прошла не добрала одного балла и поступила на философский и я хочу сказать что этот факультет меня перековал и это было самое наверное восхитительное для головы время потому что все перевернулось ног на голову все факультет был изумительный в то время да уверена что и сейчас он такой а потом мне стало не хватать макрокосмос как-то я в нем ну не то что обжилась но все-таки стало понятнее а вот микрокосмос человек остался непонятен и я в 33 или в 32 года пошла учиться на психологов но это что вас побудило то вы посмотрели какую-то программу вы побывали где-то на сеансе вы услышали что-то такое что вам показалось неверное мы подумали нет я все-таки войду во всю эту воду и повернул человеческое сознание и мнение на эту проблематику с там с годами и постараюсь как-то вывести людей на более правильный уровень павел жгучее любопытство жгучее любопытство и желание все время до чего-нибудь дарыться докопаться понять все-таки кому выгодно да как то так было безумно просто интересно и в 90-х годах когда я пошла учиться это был худший выбор на взгляд окружающих потому что первый диплом там написано философ психологии индивидуальной как таковой не существовало и чтобы там еще было написано психолог то есть не предрекали жуткую судьбу на церковной паперти с медной кружкой тогда в это никто не верил а мне было просто безумно интересно вот меня вообще по жизни ведет наверное вот это мое свойство любопытство страшно лен давайте копнем чуть-чуть в годы когда 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 вы наверняка хулигань вообще хулиганистая вы были девчонка ужасно вообще удивляюсь как я выжила вы так понимаю все таки дружили больше с мальчишками чем с девушками девчонок девочками да было ли какой-нибудь вашей жизни такое событие вашу какая-нибудь история в которую вы уж простите за слово вляпались вот с ними со всеми и потом пришлось вашим родителям разгребать а вам было в общем как бы неловко и даже местами стыдно вот как-то удавалось обходить родителей вытаскивать меня откуда вот совсем не не было таких случаев но то что я летала в багажном отделении самолета вот это было вот из билиси в москву и один раз шла одна в феврале по дороге из сухуми в сочи в белом плаще ночью и сам я была военным журналистом у меня просто от меня отвязаться мне было 18 лет меня забыли на конференции чтобы я от них отстала и мне нужно было добраться до сочи где была моя гостиница и я шла и я ехала в и в кузове с какими-то солдатами и с ребятами на какой-то там маленькой машине грузинскими ребятами еще так 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 леночка не пропадайте у вас добралась до сочи и мне было не страшно я знала что никогда ничего плохого не случится вам такие истории со мной происходили часто но вы из них я так понимаю выходили сухой из воды да 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 сухой из воды я не знаю почему на лбу что ли написано даже поползновения никаких никогда вот не чувствовала на себе склонение к худшему я бы сказал так не было никогда но вы же авантюристка мы вот с вами когда познакомились несколько лет назад потом стали как-то дружить это мне очень приятно правда и мы вот когда оказывались с вами каких-то таких давние эфирных местах встречались как-то судачили рассказывали друг друга каких-то историях вы рассказывали о том что у вас есть три мечты как которые из них вы по моему что-то реализовали уже в жизнь а ой 3 да я называл ну тогда было три по крайней мере да это когда-то у меня была мечта поработать в индии так а научиться фотографировать и сесть на мотоцикл так нет я слышал другие версии ночь что-то похожее тоже связано я могу забыть они у меня как-то так имеют тенденцию меняться значит вы мне говорили о том что вы хотели себе купить косую куртку второе сделать себе татуировку и третье сделать фотосессию в стиле ню я про мотоцикл помню вот это как раз называется это все в одном пакете а вот я безумно сделала так а что касается татухи и косухи это все имеет прямое отношение к сесть на мотоцикл но то есть я прям себя увидела в этой новой роли и я очень верю в то что этим летом я все это все-таки реализую серьезно мы хотим быть свидетелями этого всего я надеюсь что мы да будем вместе с вами мы будем первыми кто это увидит оценит и в общем за вас пораду удастся ли моего позора будете не надо не надо жутко неловко вы же уже выбрали рисунок и главное место куда вы искать увековечить свой свой не знаю удастся ли вам быть свидетелями этого места нет я не претендую что мы упаси господь телефончики есть там он отправится уже все готово я дождусь публикации в социальных сетях хорошо лен я знаю что вы любите готовить по моему вы мне об этом тоже рассказывали ну в общем не то чтобы очень но иногда люблю что у вас какое любимое блюдо любимое блюдо ризотто с грибами вот это вкуснятина даже на фоне того изобилия который у нас сейчас от наших партнеров на старе даже сказать что ризотто с грибами это удар ниже пояса это то что я сама люблю готовить а есть я очень люблю мидии я совершенно челкнутая на мидиях особенно хорошо приготовленные из какой-нибудь горгонзолы его что-то вот-вот из этого ряда очень я все-таки терпеть не могу я все-таки надеюсь на то что смогу пригласить вас в гости вот и андрея у меня есть задумка и как раз именно связанные с мидиями у меня супруга прекрасно готовит их в оригинальном рецепте да и я потом надеюсь вы расскажете и поделитесь своими впечатлениями эмоциями лен с удовольствием такой вопрос но вы как психолог профессионально я сегодня уже нескольким нашим замечательным ведущим этот вопрос задавала вы верите в любовь с первого взгляда да ну правда она может длиться всего два часа но верю прекрасно и без продлевания причем я очень вас понимаю прекрас а есть ли было было ли у вас несчастный бы несчастная а наверно когда я ее переживала до было конечно было конечно было но дело в том что я очень рано поняла что любовь не бывает несчастные и вообще много чего так мне кажется поняла важного и полезного для себя потому что мне кажется что любовь не может быть несчастный потому что это твое чувство помните мы как-то разговаривали с вами о том что можно любить без желания обладания и так я недавно вспоминала наши разговоры я поняла что меня неправильно истолковали я обладание не имела в виду физического контакта а я имела в виду обладание психологическое человек мой и все да и никаким другим образом я больше не воспринимаю вот это чувство собственности так вот в любви я поняла что этот удивительный полет когда присутствует эта влюбленность что в общем то не так уж и важно да что там с другой стороны важно полетать самой может быть я старею не знаю лен а вас случалось в вашей практике какие-нибудь романы с теми кто приходил к вам за помощью или за советом вот ну к вам как психологу нет это исключено и это совершенно невозможно это табуировано это нарушение всякой этики и полная некомпетентность потому что про переносы я все знаю это невозможно секундочку ну а как ведь чувством ты не прикажешь понятно что это табу понятно что это не приветствуется но ведь если внутри что-то там за култыхалось как с этим бороться или вы уже научились в себе этот пожар тушить сразу на корню еще на корню павел ты же садишься в это кресло и говорят какой-то даже мне мне говорят что я меняюсь внешне и у меня меняется речь я этого не замечаю но это совершенно невозможно вот как будто бы стоит стена и настолько четко мозг понимает что человек пришел за помощью что это это исключение может понравиться человек я могу испытать симпатию практически наверное это тоже уже профессиональное потому что без симпатии без любви никакой помощи быть не может но это другого рода любовь вот чтобы влюбиться нет ни разу не было за 30 с лишним лет ни разу не было но вот такой еще вопрос тоже к вам из этой же категории мы вот машу кравченко который у нас было до вас несколько минут в эфире об этом спросили но у нее взгляд непрофессиональный а скажем так ее девичьи исключительно личные а вот ваш профессиональный дружба между мужчиной женщины это она как вообще реально паш вот у меня может быть тоже не очень профессионально непрофессионально я думаю что она реально но после того как они что-то пережили вместе как произошло любовную историю произошло физическое обладание друг другу да либо это было физическое обладание либо это была какая-то очень романтическая история которая в общем-то потом перешла в дружбу потому что вы поняли что романтическая история закончена а вот так чтобы вот чистой воды без того чтобы один о чем-то мечтал а второй делали что дружат но это вряд ли кто-то будет немножечко лукавец но уже я думаю что это больше к юным годам относятся я я продружила со своим своей первой любовью больше 30 лет и это был самый был самый близкий мне подруга но если его взрослым возрасте встречается ли ну же после 40 сказка мне кажется вот здесь уже дружба возможно потому что во первых возможно по крайней мере я думаю она не не обязательно возникает но возможно потому что уже иначе все-таки себя ощущаешь и ценности смещаются они другие станут а была ли у вас вот вы помните какую-нибудь песню какую-нибудь романтическую которая у вас вызывает приятные воспоминания вот связанные с этим горячим и нежным чувством вот самое первое которое вот у вас в памяти всплывает что какая там я не знаю кто об этом мог быть я думаю что это что-то из джо да сена или мир и матье вот потому что моя любовь этот человек он говорил по-французски как бог и мой английский выглядел глупым и грубом на его фоне то как он говорил но вы же не понимали о чем он поет ну в общем да да я учила французский и сейчас увлекаюсь собственно говоря языками понимаю да я слышу я говорить не всегда могу ну какое-то очень ограниченное число количество фраз а понимать много понимаю как та собака да говорит понимать понимает сказать не может есть ли того если что-нибудь в жизни чего вы боитесь ли конечно конечно и страхи эти очень разные иногда накатывают да и много чего много чего все время тревожить за своих сыновей и в какие-то минуты слабости рисуются мне страшные картинки у тревожить за свои за свою собаку потому что он у меня третий ребенок я считаю что вот двое на двух ногах один на четырех родился также бывает правда тревожусь еще о чем тревожусь о сейчас я скажу так ментальной дряхлости очень не хочется влететь в какую-нибудь деменцию или там чтобы старик альцгеймер не взял билет мой адрес но вот у нас есть буквально минутка вы же учите людей бороться и справляться со своими страхами а как же вы собственно сама то получается что ж а павел дело в том что из присутствия не отменяет борьбы с ними их преодоления я думаю что в этом вся и разница я умею их преодолевать я умею их класть на какую-то полку и мне кажется это самое важное ведь человек смелый это не тот который ничего не боится а тот который умеет преодолеть и жить дальше правильно ли я понимаю что страхи например за ваших сыновей у вас те которые были там скажем 10-15 лет назад и сегодняшние они совершенно разные абсолютно но они все равно страхи за своих детей да конечно они всегда сколько бы ни было лет они всегда все равно мои дети здорово леночка возьмем до маленькую паузу до буквально на несколько минут и вернемся уже в том числе и с вашей песни тоже которую мы и вы приготовили для нас хиба но если позволить я все таки напомню что у нас телеграм канале началось голосование за лучший пижамный образ заходите голосуйте я лично воздержусь от этого процесса не потому что я не хочу знать на его результат это проголосует а потому что нет павла кириллова понимаете среди этих десяти людей которые там обозначены в качестве а пижамных кандидатов тогда я пошел все заканчиваем эфир до свидания я просто не обратил внимание леночка вы с вами мы с вами а вы с нами мы продолжаем у нас youtube работает еще обычно я говорю о других людях когда начинает говорить обо мне мне так странно а вас говорить одно удовольствие потому что мы действительно это делаем редко а теперь видите мы хотя бы узнаем вас чуть чуть побольше так что у нас тут еще пошло да я напомню нашим youtube зрителям которые недавно присоединились что у нас сегодня такая пижама о мари пришла мари так что может быть алена вон на линии да красотка серебряный дождь мы с вами на одной волне уже 28 лет да с нами сейчас на одной волне наша горячо любимая лена новоселова лена еще раз доброе утро как вы там прекрасно у меня полное ощущение что я там с вами так сложилось что не смогла быть очень жалею но мы с вами еще обязательно отметим не сомневайтесь лен у нас остается немного времени хочется еще услышать песню от вас обязательно финале этого часа но и конечно хочу задать вам вот какой вопрос что вы последнее время чаще делаете читаете или смотрите как вам комфортнее так сказать улавливать в информационные потоки сегодня читаю читаю я очень как бы в гигнете как человек с зависимостью я не могу не читать мне очень плохо без книг и причем читая бумажные книги вот она что а видеть конечно что-то слушаю безусловно но это скорее так есть какая-то очень интересная лекция вот что-то такое но принципе читаю больше лен как вы с интернетом вот вы в активе с ним то есть это повожу есть вот телеграм-канал вы его лично ведете нет мне помогают но я с ним в активе потому что у меня запланированных сколько у меня дела запланировано с ума сойти я хочу освоить иску выход в искусственный интеллект да и какие то еще научиться делать вещи мне это безумно интересно я думаю что не только читать но и слушать как и любой из нас вы любите больше мы бы с большим удовольствием давайте все-таки послушали одну из ваших песен вот я вижу что мне предлагает наш музыкальный редакционный компьютер это либо диана арбейна либо игл с отель калифорния но отель калифорния здоровая песня длинная а вот диана арбейна думаю мы бы с удовольствием послушали и давно тем более она не звучала в нашем эфире как вы на это смотрите да отлично тогда позвольте вас поздравить с нашим общим днем рождения вот пожелать всем нам творческих успехов вас хочется чаще видеть и слышать в наших эфирах лен вот возвращайтесь появляйтесь радуйте нас и спасибо вам за то что вы нас направляете в нужные правильные русла когда у нас возникают какие-то жизненные проблемы потому что в том числе и без вас нам это сделать порой бывает очень сложно ребят всех обнимаю когда говорю что люблю говорю совершенно искренне и пусть с нами всегда со всеми будет удача вот и и нам иногда очень не хватает всех люблю всех с праздником ура мы есть